Слышка! А вот это? Вот слонёска нарисовал. Колокольчик? Посмотри сюда, кто залез. Кто залез? Слышка. Мирослава – приёмная дочь Маргариты и Александры Еланцевых. Девочка появилась в семье три года назад. Старшие дети приняли малышку спокойно. К тому времени в семье уже подрастала приёмная дочь Аня. О первом дне вспоминают с улыбкой. Она ходила, что-то думала, куда её привезли и зачем. Я сначала подумала, что она может делать, что уже в школу, например, ходить. А она оказалась, что она маленькая. Я удивилась. Идея взять малышку зрела у Маргариты давно. Её мама работала в детском доме ребёнка. Потому Маргариту не пугали стереотипы о том, что эти дети особенные. Ну, кто, если не мы? Не было никогда такого, что там какие-то дети какие-то не такие. Или что наоборот, это дети, которым нужна помощь. Которым нужно помочь. Которые могут всё точно так же. И никогда я не верила никаким генам. То есть не может ребёнок рождаться с плохими генами. Всё дело куда ты направишь его способности. И действительно, разительные перемены с девчонками произошли сразу после появления в семье. Аня начала говорить, а Мирослава – ходить. Всем детям нужна поддержка, опора, уверенность в себе. А её могут дать мама и папа, считает Маргарита. А ещё она уверена, что у них семья гораздо больше. Супруги встретились, когда у каждого уже подрастали свои дети. Сегодня они уже взрослые, самостоятельные члены общества. Вместе и Ланцевы воспитывают троих сыновей и двоих приёмных дочерей. Все члены большой семьи продолжают поддерживать друг друга, показывать ценность добрых отношений и любви. А государство оказывает неоценимую помощь родителям. Семья получает компенсацию оплаты за коммунальные услуги, за проезд и питание школьников. При расширении жилплощади супруги получили финансовую поддержку по программе молодой семьи. Отдельная помощь приходит и как опекунам. У нас приёмная семья оформлена, то есть мы получаем выплаты на девочек, то есть на содержание ребёнка, получаем вознаграждение приёмных родителей. В Урае порядка 180 семей, в которых подрастают приёмные дети. И каждая из них получает серьёзное финансовое и не только подспорье. В комплексном центре социального обслуживания населения оказывают также консультационную поддержку. Опекаемые дети могут пройти дополнительные программы реабилитации, массажа, психолога и другие. Все дети получают меры социальной поддержки от государства, которые регулируются на уровне региона. Это ежемесячное пособие на содержание детей, это ежемесячное пособие на проезд детей на городском транспорте, это ежегодная компенсация проезда на санаторно-курортное лечение и само лечение. Также государство предоставляет детям жильё по достижении им 18 лет, а выпускники 9-11 классов получают единоразовые пособия. Приёмные дети – это серьёзный шаг, который может круто изменить жизнь семьи и, возможно, сделать несколько человек счастливее. А государство готово поддержать это решение и помогать в дальнейшем. Елизавета Портнова, Александр Кашкин. Наши города.